Дорогие первоклассники, сегодня на уроке чтения мы ознакомимся с вами с жизнью и творчеством советского русского поэта Сергея Борустина. А весь наш урок, ребята, будет длиться в сопровождении величайшего музыкального произведения под названием «Кярван», автором которого является великий азербайджанский композитор Султан Каджибили. Именно на фоне этой причудливой мелодии, ребята, попробуем отгадать с вами загадку. По пустыне он идёт, груз несёт, не ест, не пьёт. Передать бы два-три блюда для несчастного верблюда. Верно. Ребята, как вы заметили, неспроста выбран этот музыкальный шедевр, который вы в данный момент слушаете. Да-да, именно о верблюде, ребята, мы с вами сегодня поговорим. Существует два близкородственных вида верблюдов – одногорбые и двугорбые, имеющие, соответственно, один или два горба. При появлении признаков опасности верблюды убегают легко, развивая скорость до 50-60 км в час. Зрослые животные способны бежать два или три дня до полного истощения своих сил. С древнейших времён спутником качельника-южанина был верблюд неприходливый, выносливый житель пустынь и полупустынь. До сих пор эти животные играют огромную роль в жизни многих народов. Масса среднего взрослого верблюда, ребята, варьирует в пределах 500-800 кг. При высоте в холке – не более 200-210 см. Одногорбый верблюд отличается от двугорбого тем, что первый совершенно не выносит заморозков, в то время как второй адаптирован к существованию при экстремально низких температурах, даже до минус 40 градусов. Ребята, это животное очень полезное. Одной из главных причин растущего интереса потребителей к верблюжьему молоку является его поиск для здоровья. По сравнению с коровьем, оно более богато на витамин С, В, железо, кальций, магний и калий. А вот верблюжий пух более чем в два раза легче овечьей шерсти и, кроме того, намного прочнее. Волос верблюжьей шерсти полый, что обеспечивает ему дополнительные теплоизолирующие свойства и легкость. Из верблюжьего пуха шьют одежду для космонавтов и моряков дальнего плавания. Верблюжья шерсть нейтрализирует токсины, вырабатываемые организмом, и оказывает косметологическое воздействие на кожу, омолаживая и делая ее более упругой и эластичной. Причем тепло, которое давит верблюжья шерсть, сухое. В изделиях из нее человек никогда не потеет. И все потому, что эта шерсть очень вигроскопична. Плюс благодаря структуре своих волосков отлично проводит воздух. Она не электризуется и лучше других снимает статистическое напряжение, имеет способность отталкивать пыль. Ребята, именно о верблюде написал стихотворение Сергей Алексеевич Барустин. Он родился в Москве в 1926 году. Папа писал стихи и сына тоже научил любить поэзию. Все складывалось очень удачно. Его произведения печатались в школьной стенгазете, а затем в журнале «Пионер» и газете «Пионерская правда». Сергей Барустин, ребята, в 1938 году опубликовал первые рассказы в детском журнале «Пионер». Он был участником Великой Отечественной войны. В армию был призван в 1943 году и был рядовым 113-го отдельного разведывательного арт-дивизиона. С 1951 года он член Союза писателей, а вот в 1958 году окончил Литературный институт имени Горького. С 1965 года он был главным редактором журнала «Дружба народов». Жил он в Москве на Новопесчаной улице, а умер поэт 4 марта 1991 года. Ребята, Барустин является автором многих, очень многих детских книг. Вот вам образцы предлагаю посмотреть. «Чучело гороховое», «Зачем белке хвост», «Алешка ведро воды и гвоздь», «Шел по улице солдат», «Почему рыбы молчат», «Чудеса», «То, что было вчера», «Вежливый бычок» – это рассказ о животных, также книга про Светлану, «Сказка о трамвае», «Раби, шаши, снежок и другие», «Сложные поручения» и многие-многие другие книги, ребята. А теперь в учебнике на странице 141 мы прочитаем стихотворение Сергея Борозина, которое так и называется «Верблюд». Интересно прокатиться на коне и на слоне, но удобнее садиться у верблюда на спине. С виду горд и непреклонен, он на деле не таков, по натуре он тихоня и добряк из добряков. У кого возможность будет съездить в жаркие края, прокатитесь на верблюде. Браво! Здорово, друзья! Ребята, в этом стихотворении вы увидели такие слова «горд» и «непреклонен». Слово «горд», ребята, это означает слишком высокого мнения о себе, а «непреклонен», то есть «стойкий», «твёрдый». Ребята, ваше домашнее задание заключается в том, чтобы выучить это стихотворение наизусть. Благодарю вас, ребята, за урок. Молодцы! Спасибо вам!